Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет интересный расклад на тему А стоит ли это овчинка выделки? Стоит ли вообще вкладывать свои усилия в какого-то человека или мероприятие? То есть здесь именно вопрос в том, что вы получите в разных сферах, в разных аспектах того, что вы запланировали, от человека или от ситуации. И, соответственно, вы уже будете принимать решение, стоит ли для вас эта овчинка выделки. Ну или как сейчас, грубо может быть, пошучу, стоит ли этот геморрой свеч, как принято последнее время, последние несколько десятилетий, говорить. Поэтому три позиции сегодня, пожалуйста. Идея, сразу могу сказать, принадлежит этого расклада Сабине, другу канала. И вы можете тоже свои идеи оставлять в пункте 2 прикрепленного комментария. Есть ссылочка на видеоролик, под которым как раз-таки и собираются ваши идеи для общих раскладов. Для тех, кто на эту или другую тему хочет получить индивидуальную консультацию для себя, в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видеоролик, в котором подробно, с уважением к вам, внятно абсолютно описывается и рассказывается, как вы можете получить индивидуальный расклад для себя. Волшебные фрукты у нас сегодня, давайте разложим их. Здесь у нас и божественная женская колода, и северные животные присутствуют, и золотое замечательное таро. Давайте посмотрим, куда у нас выпадет чего. Сегодня зеленый виноград красивый на первой позиции. На второй позиции ананас наш розовенький, всем привычный и любимый. И третья позиция, ну вот клубничка опять на последней позиции зачистила у нас, хочет быть компотом. Ну ладно, первая, вторая, третья позиция вы можете выбирать хоть по фруктику, хоть по колоде карт, может быть вам конкретно какую-то колоду хочется просто послушать. Либо вы можете по порядку открытия мною, просто доверившись потокам, выбирать позицию именно таким образом, как бы вы эту позицию не выбрали. Но в любом случае могу сказать, что главное, чтобы вы получили для себя информацию. Для вновь прибывших, по-моему в 12 пункте прикрепленного комментария, ссылочка на видеоролик, в котором рассказывается, где тайм-код и почему не по порядку открываются именно позиции. Вот там вы для себя подчеркнете информацию, для того, чтобы сразу был ответ на все вопросы. И сегодня для тех, кто выбрал у нас позицию номер 1, номер 3, она первая, номер 1 по порядку открытия будет. Остальные колоды убираем, чтобы они нам не мешали и давайте приступим. Давайте, позиция номер 3, она первая по порядку открытия. Что расскажет нам, стоит ли это овчинка выделки, то есть насколько равноценное вложение вы совершаете в человека или какие-то события, а может быть в покупку, для кого что это может быть, это ваша личная ситуация, которую вы задумываете. То есть насколько для вас это будет рентабельно. Ну это не рентабельное мероприятие, сразу можно сказать. Здесь карты говорят о том, что скорее всего вы, вот убыток и ущерб. Знаете, вот вроде бы отдача какая-то есть, но уж извините за выражение, хреновенькая какая-то отдача здесь идет. Потому что траты будут однозначно, причем траты такие богатырские у вас будут. И возможно даже это будут последние деньги, последние эмоции, последний какой-то эмоциональный энергетический ресурс. Тоже может быть такая трата, потому что мы не всегда тратим деньги. Иногда мы тратим нервы, и это даже порою стоит дороже, чем если бы мы расплатились деньгами. Вот может быть руки чешутся начать. Но подумайте, хватит ли у вас сил и действительно ли вам стоит ввязываться в такое глобальное масштабное мероприятие или мероприятие, которое может оказаться для вас убыточным. Можете, кстати, даже поругаться с родственниками, особенно по, не по женской линии, а особенно с женщинами, родственниками с мамами, со свекровями, со свекровями, с тещей кто-то может поругаться по поводу вот этого мероприятия. То есть здесь могут говорить, Славик, да ты что дурак, вкладывать вот эти деньги там куда-то. И скорее всего, как бы неприятно было осознавать, эти люди, которые пытаются вас остеречь, уберечь от вложений в этом направлении, будут правы. Давайте посмотрим, что вы здесь приобретете. Финансы здесь будут касаться и тратиться или приобретаться все, что касается внутрисемейных финансов. Больших каких-то денег вы не получите, либо те деньги, которые вы здесь будете получать, их не будет хватать для погашения всех трат и мероприятий. И хотя изначально сумма может показаться крупной, или какие-то перспективы именно материального характера могут казаться достаточно благоприятными. Для тех, у кого вопросы связаны со здоровьем, здесь информация идет такая, что вы можете подорвать себе здоровье, если в какой-то момент допустите ошибку. И эта ошибка может быть связана с территориальным перемещением и отсутствием физической активности на определенном этапе. Если слишком резко начали заниматься, или резко бросили прием лекарств, или каким-то другим образом вы вдруг решили совершить какой-то рывок, какой-то прыжок, или резко, допустим, вы решили оказаться в покое, оставить себя в покое. То есть все, что вы можете сделать сейчас резко в этом ключе, повлияет не совсем благоприятно на здоровье. Ну и ключевой момент здесь тоже отношения. Для тех, у кого с личными отношениями, вообще с отношениями с людьми связано то, что вы загадываете. Ну вот здесь карты говорят о том, что вы будете отдавать больше, чем будете получать. Здесь может быть такая ситуация, что у человека, которого вы имеете в виду сейчас, ресурсов хватает. Человек достаточно внятный, человек достаточно накопивший за жизнь в любом смысле этого слова. И он может быть ресурсным, но он или она не готовы быть ресурсным в этой ситуации для вас. Поэтому можете столкнуться с обманом и можете в этой ситуации, вы знаете как, еще и вас обвинят в том, что вы нечестно поступили по отношению к группе людей или человеку. Здесь мужчина, мужчина старше 38-39 лет, мужчина либо в разъездах постоянно, либо он куда-то на сегодняшний день уехал. То есть помимо того, что вы можете вмешаться в нерентабельную ситуацию, вы еще и нанесете ущерб своим отношениям с третьим лицом. Ну уже важно оно вам или нет, это третье лицо, это другой вопрос. Главное, что вы должны просто эти моменты, эти нюансы учитывать для себя. Общие перспективы на три месяца ситуации. Серьезного развития ситуации здесь не будет. Вам придется эмоционально оценить то, что вы сюда вкладываете. И вот такое ощущение, что вы можете сделать какой-то рывок, но начали за здравие, а закончили за упокой будет. То есть в лучшем случае вы просто остановитесь и не будете слишком много сверхусилий тратить, но и результата особого не получите. Опять же, может пройти время, полгода где-то, и можно заново будет поставить этот вопрос. Но тогда, может быть, он будет более продуктивным. Сейчас пока что, исходя из того, что здесь видно, из того, что происходит, это нежелательно, это не совсем рентабельно. Давайте предостережение и совет. Ну вот смотрите, всех денег не заработаешь, всех остальных не поймаешь. Не будем уже грубую эту поговорку озвучивать, потому что и так достаточно уже много грубости было в самом начале. Поэтому здесь мероприятие такое. Не хватайтесь за то, что по сути вам не принадлежит. И не старайтесь, знаете, как-то удержать все то, что можно и не можно. Дело в том, что вы на сегодняшний день можете просто бояться с чем-то расстаться и хвататься как за спасительную соломинку, хотя бы за какие-то намеки на то, что вы можете оставаться в этой позиции, что вы можете держать для себя вот эту ситуацию. Не пытайтесь удерживать. Не пытайтесь в том числе удерживать деньги, куда-то их пересылать, перевозить. Ну вот как-то удержать, да, вот сэкономить. Не пытайтесь, опять же. И карты говорят о том, что чем более традиционно, чем более внятно вы будете поступать, если вы будете не торопиться, если вы будете грамотно, мудро смотреть на то, что происходит, более спокойно, да, и размеренно, и будете готовы к соразмерным тратам, а не пытаться удерживать просто свое при себе или не свое, но при себе, то вот опять же не гонись за двумя зайцами от егеря по морде получше, потому что здесь такая ситуация, когда вы можете захотеть больше, чем положено, и при этом потерять то, что вы уже имеете. Если вопросы сохранения брака стоят на повестке дня, и хочется, да, вот и мужа, и любовника, и жену, и любовницу, и так далее, то это гиблое дело, это гиблое направление, которое в конце концов принесет нервотрепки, ущерба много. Поэтому карты говорят о том, что если у вас есть какие-то теневые отношения, и при этом у вас есть более важные стабильные отношения, например, то не надо сейчас выводить теневые отношения, потому что они не имеют должного ресурса, да, если их выводить на свет, а то, что вы уже имеете, это может разрушиться. Поэтому, ну, если надо что-то тратить, тратьте, но опять же в меру своих усилий и в меру предполагаемого получения результата. В целом мероприятие не совсем такое благоприятное, злобненький такой гоблинский, да, расклад получился. Ну, я всегда говорю о том, что тот, кто предупрежден, тот вооружен. И человек, который имеет информацию, вот видите, сколько каждый день в мире происходит неприятных, неправильных, некрасивых каких-то событий. И понимая, что если бы человек был предупрежден и внял бы этому предупреждению, то, скорее всего, он бы в эту опаньку просто не попал бы. И избежал тех неприятностей, которые творятся в его жизни на сегодняшний день. Поэтому я всегда говорю о том, что какие-то расклады, которые не то говорят, что вам бы хотелось, не надо воспринимать как трагедию. Просто нужно понимать, что это те расклады, которые вас предупреждают. Может быть, ну вот очень хочется чего-то, и вы понимаете, что это нельзя, и вы понимаете, что это будет убыточно, но делайте. Ну, вот просто иногда нужно уметь себя остановить, а это большое мужество, это требует больших сил. Я надеюсь, они у вас есть. Для тех, кто выбрал позицию номер 1, она была первая по выкладке у нас, и вторая по порядку открытия, давайте посмотрим ситуацию здесь. Стоит ли та овчинка выделки, которую вы сейчас для себя предполагаете, которую вы загадали. Ну, смотрите, здесь выгода может быть только одна. То, что вы хотите получить, вам реально нравится, вас это реально интересует. И бывает такое, вот знаете, что-то ты увидел, вот тебе это что-то очень понравилось. И, ну, там, я не знаю, например, вы готовы вложиться в свое удовольствие. То есть есть выбор, купить, допустим, какую-то ладу, машину, и вы будете тратить меньше, вы будете экономить, вы будете на страховках там экономить и так далее. Или вы, допустим, хотите Ширика Камара купить, но вы понимаете, сколько там будет стоить страховка, вы понимаете, сколько стоит машина, и вы при этом имеете ресурсы, готовы в нее вкладываться. То есть, ну, реально, если вам, вот если вы мужчина, и вы понимаете, да, женщина красивая, блин, сколько она мне нервов потрепет, противная, конечно, но красивая. И если вам это приятно, если тешит ваше самолюбие, и вы получаете реально удовольствие от того, что вы имеете то, что, ну, не то, что вы имеете, если вам удается получить то, что вы загадывали, то, да, ради своего удовольствия, если вам это нравится. Если просто позиция принципиальная называется, ну, вот мне оно нафиг не надо, но я должен потратиться и получить, тогда особого смысла нет. У кого-то прямо режим тайных отношений, вопросы тайных отношений могут подниматься. Но я вам могу сказать так, в этой ситуации может быть аргументом только одно. Реальное удовольствие, удовлетворение от того, что вы можете получить. Если вам нравится то, что вы делаете, то, что вы задумали, или на то, что вы тратите, то, да, вы можете это делать. Смотрите, вот чисто эгоистические порывы. В свое удовольствие. Делайте, не озвучивая, в свое удовольствие. Это вот, знаете, из области, что можно здесь из таких вот примеров привести. Вот нужна мне была какая-то колода. Колода дорогая, колода, ну вот, допустим, эта колода, она дорогущая. Она по сути своей не является классической. Она глобальной пока что коллекционной стоимости не имеет. Но я получила такое удовольствие, когда подержала ее в руках, что я понимаю, что да, это того стоило. Может быть, чисто формально она этих денег не стоит. Но то удовольствие, которое я от нее получаю, я бы и в два раза больше, например, за это заплатила. Вот если у вас такой посыл, то да, тогда вы можете действовать, тогда вы можете таким образом приобретать. Если вопрос касается денег и профессиональных каких-то интересов, то вы можете действовать в этом направлении. Если вы реально можете самоутвердиться и получить то, что вам интересно, и то, что вы осознаете, да, вот что сделает из вас человека немножко другого уровня, приподнимет вас и покажет вас в лучшем свете, тогда можете делать. Это профессиональный рост, это какие-то курсы, это обучение, это выход на новый уровень работы и опробование каких-то новых целей, задач, которые могут принести вам деньги. По поводу тех, у кого со здоровьем вопрос, может быть, это какие-то операции или инъекции красоты, может быть, это вложение, то есть вы думаете, вот я сейчас столько-то вложу и буду там, не знаю, что делать себе, массажистом, скульптурирование какое-то еще, оно мне даст результат, да, по здоровью это хорошее направление. Ну, в отношениях я скажу так, если вы пойдете на вот эти условия, на этот вопрос в отношениях, вы прекрасно сами знаете, что вы получите. Но вы также знаете, что удерживать вы это долго не будете, потому что грозит все это в течение года где-то потеряться. Но при этом, если вы осознаете последствия, но готовы идти, вы можете это сделать. Но опять же, я говорю вам, что это недолгосрочный результат, но если вы получите краткосрочное удовольствие, которое будет вас полностью удовлетворять от того, что вы получите в отношениях, ну, пожалуйста. Причем не обязательно про секс это. Может быть, это знакомство с каким-то знаменитым, известным человеком, которое, ну, вот просто греет вам душу, вам приятен этот человек. Может быть, вы разочаруетесь потом. Но в моменте, когда вы получаете удовольствие от общения, это будет только в плюс вам. Общие перспективы ситуации самообман или затуманенность взора людей, которые будут смотреть на вас. Приготовьтесь к тому, что придется расставаться с какими-то надеждами, придется потратить достаточно много ресурса, хоть это финансовый, хоть это эмоциональный, моральный, в зависимости от того, какая у вас ситуация здесь, отношения или финансовые решения. У кого-то может быть все в одном быть. И здесь вот карты говорят о том, что пока вы видите для себя эту овчинку стоящей выделки, так оно и будет. Будут вокруг люди, которые будут самообманываться, глядя на то, что происходит. Может быть такая ситуация, когда у вас, например, внешне идеальная семья или идеальная какая-то дружба. И вдруг люди видят, что вы расстаетесь, да, вот по каким-то непонятным причинам. Могут начать, жалко вы дураки, что расстались, вот у вас была такая красивая пара, я-то знаю, что лучше бы вы были вместе. То есть могут начать люди вокруг начинать вас убеждать, что вам надо было вот именно так делать и не отпускать, и что-то там сохранять, например. Но вы должны получать, что то, что ваше, оно от вас не уйдет, как бы это банально не звучало. И ситуация на самом деле затянется дольше, чем на месяц-два. Она будет более долгосрочной. И пока вы видите ее идеальной, вы можете периодически делать вот эти вливания эмоциональные и любым своим ресурсом. Но здесь карты говорят о том, что в более поздний период, где-то до года полутора, если это что-то вот именно из долгоиграющих вопросов, вопрос отношений, например, глобальных каких-то проектов, глобального профессионального роста и так далее, то здесь придется менять и менять достаточно резко что-то в течение года полутора. На сегодняшний день давайте вам предостережение. Совет. Карты говорят о том, что откладывать на завтра, на послезавтра, на после-после-после-послезавтра нет никакого смысла. Этот вопрос, он не изменится за это время. И ваше отношение, и ваше решение, и ваше желание по этому поводу они тоже по сути своей не изменятся. Но при этом карты говорят о том, что не надо выносить на общее обсуждение то, что вы собираетесь сделать. Не нужно хвастаться какими-то покупками, если вы нацелены на дорогостоящие приобретения. Это не нужно. То есть брать и показывать окружающему миру вплоть до своих дорогих трусов все, да, вот никакого смысла нет. Этим вы не сделаете себе лучше. Карты говорят о том, что нужно работать, нужно стараться для того, чтобы закрепить результат. Обратите внимание на свою трудовую деятельность, на чистоту, порядок в доме. Возможно, настала пора просто убрать все, вылезать буквально каждый уголочек. И это будет благоприятно. Здесь карты очень четко говорят о том, что надо и не рассориться с окружающими, и приложить к работе усилия, и, может быть, погрузиться в новые знакомства. В общем, пока что ваш девиз «Худой мир лучше доброй ссоры». Вот такая вот история. Единички, которые двоечки по порядку открытия. Давайте дальше смотреть. Понятное дело, у нас первое, второе, третье компот. Позиция номер три по порядку открытия, номер два по порядку выкладки. Давайте посмотрим, что наш ананасовый компот нам сегодня принес. Стоит ли? Ну-ка, что тут у нас переворачивается? А вы знаете, здесь какое-то равновесие и спокойствие такое нам дается, но оно может быть ложным. То есть то, что изначально кажется выгодным вложением, может таковым не являться. Ну, давайте дальше смотреть, потому что это не на позицию карты, это так. Перед раскладом размышления колоды. По этой колоде, по-моему, то ли позавчера, то ли вчера вышел обзор, можете посмотреть, что за колода животных. И смотрите, в целом ситуация ровная. Ситуация, которая сейчас не требует какой-то суеты, каких-то очень резких движений, и все может складываться, несмотря на определенные дискуссии и внесение изменений, достаточно стабильно. То есть такое ощущение, что вы уже как решили, так оно и будет. Даже если кто-то с кем-то поспорит, поссорится, то в результате все равно вы вернетесь к тому, что должно быть. То есть вот, если вы, например, решили покрасить в комнате стены фиолетовый цвет, вы можете это отложить, вы можете с кем-то поспорить, вы можете даже поругаться на эту тему, но в итоге, так как вы хотели, так и будет. Давайте дальше смотреть. Ну, вы знаете, здесь очень многое зависит от ваших собственных действий и от договоренности с третьим лицом. Здесь у кого-то может быть мужчина, мужчина знака земли или огненного знака, состоятельный и такой вот, знаете, при этом достаточно активный, достаточно эмоциональный. Для кого-то это вопросы семьи и женщина, которая может говорить про бывшего мужа или про мужа, про отца ребенка, что, блин, на тебя так, Ванька, похож, ну, это просто невозможно. Вот одно лицо и даже, там, допустим, он не знает, как ты это делаешь, какие-то вещи, там, как ты ешь, как ты держишь ложку, но реально он повторяет даже не видя тебя какие-то моменты. Вот такие здесь есть нюансы, то есть здесь может быть очень интересный такой формат. Для кого-то вопросы бывших супругов или людей, бывших в отношениях любого характера, дружеских там и так далее, когда-то. Вот это все заканчивается на сегодняшний день и перед вами будут открываться некие новые моменты, новые ресурсы. Единственное, от чего предостерегают сейчас карты, не надо мериться, чем попало, потому что можете потом попасть в неприятное всякое. А там в целом ситуация ровная и в общем карты говорят о том, что вы даже при минимальных вложениях можете получить неплохой здесь результат. Давайте посмотрим, что это может быть в формате. Прямо здесь по две карты, почти на каждую позицию. По финансам вариант может быть проигрышным, но кроме финансов в нашей жизни есть и другие вещи, вещи достаточно интересные, которые могут нам давать гораздо больше, чем просто деньги. Поэтому финансово невыгодное мероприятие, то, которое здесь есть. Но это тот вопрос, который может вам дать новые знания и пересмотреть некие отношения. То есть это то, что может стать почвой для дальнейших ваших подвигов в финансовой сфере в том числе. Если сферу здоровья вы загадывали, то тогда здесь все то, что касается беременности, зачатия и так далее, идет как благоприятный аспект, но карты говорят о том, что нужно бороться с тревожностью, с внутренними страхами, быть более уверенным в себе, то есть себя чуть-чуть взять вот так в ежовые рукавицы в тиски и заняться диагностикой по здоровью, особенно опорно-двигательного аппарата, для кого это актуально, и иммунная система. Понятно, что куча людей, у всех свои какие-то могут быть проблемы по здоровью, но карты говорят о том, что если вам рекомендуют сейчас какие-то препараты, то они вполне себе адекватные будут иметь действия, и вы можете их употреблять, то есть избегать какого-то курса медикаментозного лечения в плане таблетированных средств или каких-то микстур не стоит, то есть то, что врач назначил, оно будет хорошо. Ни в коем случае не назначаю вам какие-то медицинские препараты и не даю какие-то рекомендации медицинского характера, но я просто читаю то, что по этому поводу говорят нам карты. Ну и что касается опять же у нас отношений, здесь карты говорят о том, что вы можете получить какое-то известие, которое сперва вас по поводу отношений или какого-то человека может озадачить, может даже немножечко ошарашить вас, но оно пройдет время и вы поймете, что оно было во благо и оно было вовремя. Называется, вот если бы я тогда не узнала этого, я бы взяла и попала в какую-то потом неудобную ситуацию. А очень хорошо, если вы знали заранее, то есть, например, может быть так, что там даме понравился какой-то мужчина и решила она пококетничать с ним, а оказывается, что человек глубоко и давно женат, например, и женщина, открываясь слишком, попала в неудобную какую-то, например, ситуацию. То есть, вот если даже вас расстроит сейчас это известие, вы поймете, что ой, как хорошо, там скажете, ой, просто прекрасно, Аня, а то бы я влезла бы туда и чувствовала там потом себя как-нибудь неловко, да, вот такие могут быть моменты. Поэтому карты говорят о том, что да, вас направит это в правильную сторону и вы перенаправите свой вектор движения в нужном направлении, который касается именно вопросов отношений. Откроются какие-то новые двери за счет того, что закрылись старые. Давайте общую перспективу ситуации для вас на ближайшие месяца три посмотрим. Будут какие-то рабочие моменты, вы получите известие, вы получите информацию ближе к концу месяца следующего. Вы можете получить информацию, которая вас порадует и которая обогатит вас опять же интеллектуально. Вы переоцените ту ситуацию, которая есть, увидите новые пути развития и пойдете по новому пути. То есть все старое, уходящее, оно рождает что-то новое. И вы переживете вполне себе стойко, вполне себе адекватно ту информацию, которая изначально вас расстроит. И вы сможете идти по тому пути, который принесет вам хорошие результаты. Вот видите, в итоге у вас вы только в плюсе остаетесь по поводу своих действий. У кого-то реально может быть здесь общение с женатыми или замужними людьми и при этом выстраивание правильной позиции в поведении для того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Предостережение и совет. Ну вот смотрите, не спешите пока что оценивать. Пока что не спешите делать выводы, потому что вы сейчас не имеете той информации, которая вам нужна по сути. Она придет, как она придет и так далее. Вам было уже сказано, что где-то на исходе месяца, может быть следующего месяца вы узнаете информацию, в которой вы заблуждались. И это повергнет вас в состояние небольшого разочарования. Вы можете сказать блин, а я-то думала, да, или а я-то думал, что все будет по-другому, что все будет лучше. Но потом, когда вы присмотритесь, у вас действительно нужно будет войти в то состояние, когда вы потеряв что-то, что-то упустив, не впадаете в депрессию, а ищите и смотрите, и обращаете внимание на новые шансы, которые приходят в вашу жизнь. А шансы здесь реально идут новые у вас. Причем шансы могут быть как любовного характера, так и финансового характера, неплохого. А может быть, это новый человек в вашей жизни, который благополучен финансово, и для вас это будет тоже проигрываться в позитивном аспекте. То есть для вас очень четко в течение буквально пары месяцев в ближайших ложится хороший шанс, хорошее переключение внимания. И если вы не будете зацикливаться на старом, а будете смотреть в новой, и будете поступать сообразно, требованиям общества, то есть вы знаете, как общепринято и правильно. Потому что в любой ситуации, мы же когда попадаем в любую ситуацию, мы понимаем, что правильно, а что нет. То есть, например, мы видим, что лежит кошелек у банкомата, например, и в нем много денег, там торчат в нем купюры. Вот вроде бы понятно, что денег хочется, и ведь нет никого вокруг. Можно было бы и взять. А с другой стороны, мы понимаем, что неправильно. Ведь тот человек, который только что отошел, вы видели, как он забыл, допустим, этот кошелек, и правильно будет взять его и отдать. Поэтому здесь вот именно вопрос о том, чтобы поступить правильно, поступить правильно, отдать то, что принадлежит чужим, и ждать своего другого, нового шанса. Потому что у вас этот шанс в обязательном порядке будет. И у вас здесь позиция хорошая. То есть просто через препятствия, преодоление. Вот может быть вы и решите не вкладываться в то, что вы думаете сейчас. Может быть та конкретно, сиюминутная овчинка выделки не стоит. Но у вас на пороге те события, в которые вы реально будете вкладываться, то есть немножечко подождите, вкладывать свой ресурс. У вас будет очень хороший шанс, над которым вам уже будет можно и нужно работать. И вы получите прекрасный результат. Вот такая здесь у нас история по нашему замечательному варианту, который мы зовем к эп очевидность. Он же у нас ананасовый компот сегодня. Всем желаю удачи и благополучия. На адекватные комментарии поставлю сердечки и талисманчики, которые будут приносить вам счастье, удачу и радость. И конечно же желаю всем хорошего, благоприятного дня. И желаю, чтобы то, чего мы хотим и то, во что мы вкладываемся, искренне от души, приносило нам всегда хорошие и добрые результаты. Всем удачи, до встречи. До свидания.